Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео хочу поговорить с вами о финансовой безграмотности. Потому что финансовая безграмотность делает бедными и несчастными огромное количество людей. Это далеко не смешно, это грустно, это просто ужасно, потому что огромное количество людей не задумываются о своём финансовом будущем. Они живут, видят не дальше завтрашнего дня своё финансовое состояние. Они не задумываются о том, что финансовая свобода, финансовая независимость — это реальные понятия нашего реального мира. И к этому действительно можно прийти, к этому нужно стремиться, а не просто жить установками прошлых лет, прошлого века даже, когда были установки у людей, что о тебе кто-то позаботится, о тебе позаботится государство. Бабушки рассказывали мамам, мамы рассказывали детям, и таким образом эти отголоски ещё остались сейчас, и люди по своему незнанию продолжают жить по этой формуле, которая, к сожалению, не работает. Не работает, если ты будешь хорошо учиться, устраиваться на работу, которая тебе обеспечит счастливую пенсию. Да, есть какие-то урывки, да, есть люди, которые действительно идут по этому пути, у них что-то получается, но это действительно единицы, потому что большинство людей, если посмотреть на общий процент, мы видим, что люди недовольны своими зарплатами, а самое страшное, что происходит, когда вот этот путь, он пройден практически до конца, когда человек выходит на пенсию. И человек сталкивается, это я всю жизнь работал ради того, чтобы получить вот эту пенсию, теперь уже выходят новые законы, когда пенсии не будет, если изучить вот этот вопрос, то человек просто за голову хватается, как это, пенсии больше от государства не будет. Те люди, которые сейчас выходят на пенсию, они ужасаются от цифр, которые им начисляют на эти карточки, как с этими минимальными пенсиями вообще можно выживать. Недавно я узнала, что вообще существует налог на пенсию, это реально есть, у меня, оказывается, есть знакомые, которые платят налог своей пенсии, потому что она выше вот этой минимальной пенсии, это просто, ну, это не укладывается в голове потом, и люди видят это уже по факту, когда ты дошел до этого рубежа. Поэтому я вам хочу порекомендовать взять ответственность за своё финансовое благополучие, своё финансовое будущее, открыть глаза и посмотреть немножко дальше, чем сегодняшний день, потому что варианты есть. Я наблюдаю три категории людей вот в этой всей финансовой ситуации. Первое — это люди, у которых есть работа, у которых есть, возможно, бизнес, и они настолько заняты этим своим бизнесом, они всё время туда уделяют. Это действительно либо дело им для души подходит, вот всё, человек кайфует, либо он делает это ради денег. Но самая большая проблема в том, что у него нет времени, и он не готов взять оттуда кусочек времени для того, чтобы создать в то время, когда всё хорошо, когда ты работаешь, начать создавать источники пассивного дохода. То есть это те источники дохода, которые не будут требовать твоего времени, когда у тебя не будет сил, у тебя, возможно, не будет здоровья, тебе придётся переехать или что-то, какие-то непредвиденные ситуации, но у тебя в этот момент уже должен быть хотя бы один, два, три источника пассивного дохода, который приносит тебе деньги, когда ты не работаешь. Это первая категория людей, они увлечены тем делом, которым занимаются сейчас. Вторая категория людей — это которые перетерпели, дождались, к сожалению, того момента, когда денег с пассивного дохода нет, и то дело, которым он занимался до этого, оно по каким-то причинам заканчивается. Здоровье, переезд, в семье изменения, ещё где-то. То есть ты оказываешься в полном, в полном. Ты находишься теперь только в поиске какой-нибудь хотя бы минимальной зарплаты, ты не готов рассматривать никакие, опять же, варианты с инвестициями, никаких пассивных источников дохода, всё, ты не подготовился к этому моменту. И третья категория людей — это финансово подготовленные, финансово грамотные люди, которые в то время, когда чем-то занимались, они узнали о том, что нужно процент от своего входящего денежного потока откладывать на инвестицию. Ещё одна проблема — это когда люди откладывают от своего входящего потока, но откладывают не на пассивный доход, а на те покупки, которые не приносят денег, которые не приносят выгоды в будущем. Это крутые телефоны, это какие-то крутые машины, это неплохо, эти все покупки, они должны быть, если ты этого хочешь, тебе это нужно покупать. Но человек понимает, что я могу потратить не весь свой доход, я могу отложить, но откладывает на телефон, на новый телевизор, на новую мебель, хотя на старом диване можно было посидеть, откладывает на какой-то дом, машину, квартиру, неважно, он умеет откладывать, но он не распределяет вот этот процент на несколько. Лучше как правильно поступить, да, откладывать на вот эти все вдохновляющие свои цели, делать их, реализовывать, получать, покупать, но при этом и инвестировать 10% своего входящего денежного потока на инвестицию и создавать множественные источники пассивного дохода в то время, когда у тебя есть твой денежный поток, который к тебе поступает. Кто-то мне говорит, что, конечно, когда я буду зарабатывать там, или даже никогда я буду, а вот если бы я зарабатывал там тысячу долларов, конечно бы я бы тогда откладывал. Но это так не работает. Пока ты не начнешь создавать, откладывать со своей тысячи гривен, пока ты не начнешь откладывать со своих 50 долларов, которые тебе приходят, 10%. Ты не выработаешь привычку инвестирования, ты никогда не создашь источник пассивного дохода, даже один. Поэтому я вам искренне рекомендую стремиться к финансовой свободе, создавать источники пассивного дохода в то время, когда вы уже сейчас чем-то занимаетесь. Не дожидайтесь, когда вам приходит время перемен, потому что во время перемен стартовать в новом направлении еще сложнее. И, ну, конечно же, не дожидайтесь тех, вот этой золотой точки «П», которая является мифом из предыдущего столетия, что для чего-то ты работаешь, потом о тебе кто-то позаботится. Никто не позаботится. Пока вы не возьмете ответственность за свое финансовое благополучие, кроме вас не позаботится никто. Поэтому, если вдруг вам нужна личная консультация в этом вопросе, обращайтесь. Если вы рассматриваете источники пассивного дохода, также могу поделиться своим опытом в этом направлении. И я искренне желаю вам финансового процветания и сегодня, и финансовой свободы и независимости в будущем. Спасибо большое за внимание. Если вам видео было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Конечно, буду рада вашим отзывам и вопросам в комментариях. И до встречи в следующем полезном видео. Пока-пока. На связи с вами была Ольга Барабанова. Продолжение следует...